Всем привет! По многочисленным просьбам моих подписчиков снял видео как сделать термос. Для этого понадобится стеклянная бутылка с винтовой крышкой. Бутылку нужно взять именно стеклянную, а не пластиковую, так как будет наливаться кипяток, а пластиковая бутылка для этого не предназначена. Двухлитровая пластиковая бутылка, которая будет выполнять роль корпуса. Кусок поролона для утепления. Фольга. Широкий скотч и ножницы. Для начала берем пластиковую бутылку и разрезаем ее пополам. Берем фольгу, у нее есть глянцевая и матовая сторона. Обматываем бутылку глянцевой стороной внутрь, так как она будет лучше отражать тепловое излучение. Получается такая вот колба. Отмеряем небольшой размер поролона, чтобы он обхватывал всю колбу. Вырезаем нужный нам кусок поролона. Обматываем бутылку и немного скашиваем угол верхней части, чтобы подогнать под размер пластиковой бутылки корпуса. Вырежем из поролона дно, диаметр которого будет равен диаметру дна бутылки. Немного сгладим угол, который будет прилегать к дну пластиковой бутылки. Чтобы зафиксировать поролон, обмотаем его ниткой. В результате получается вот такая бутылка в поролоне. Приставим поролоновое дно и обмотаем полученное изделие еще несколькими слоями фольги снизу. И сверху. Обмотаем бутылку скотчем, чтобы как следует зафиксировать фольгу. Вставляем получившееся изделие в нижнюю часть пластиковой бутылки. Теперь нужно обрезать горлышко у пластиковой бутылки. В том месте, где диаметр равен диаметру крышки колбы. Обрезаем горлышко. Одеваем верхнюю часть бутылки на колбу. Зафиксируем место соединения скотчем. Получился вот такой термос. Чтобы не терять тепло через крышку, нам нужно ее утеплить. Для этого берем небольшой кусок поролона. Намечаем на нем круг, диаметр которого немного меньше диаметра крышки. Прорезаем отверстие, глубина которого равна высоте крышки. Если вставить крышку в это отверстие, то она будет плотно держаться. Берем пластиковый стаканчик и отрезаем донышко. Высота которого равна толщине поролона. Кладем это донышко на поролон с отверстием и обводим маркером. Вырезаем круг и сглаживаем угол, который будет прилегать к дну стаканчика. Вставляем поролон в стаканчик. Теперь крышка термоса хорошо утеплена и не будет пропускать тепло. Произведем испытание термоса. Наливаем в него кипяток. Прошел 1 час, вода осталась очень горячей, примерно 80-85 градусов. Прошло 2 часа, вода все еще горячая, примерно 70-75 градусов. Прошло 3 часа, вода горячая, примерно 60-65 градусов. Прошло 4 часа, вода приобрела температуру порядка 50 градусов. Через 5 часов температура воды примерно 40 градусов. Далее вода остывает очень медленно и приобретает комнатную температуру примерно через 12 часов. В таком термосе можно хранить не только горячие, но и холодные напитки, которые в жару будут очень медленно нагреваться. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Всем спасибо за внимание.